Автон владет, Швеция, как ни в чем не бывало Мацвин Нерхольм, Автон владет, Швеция 11 декабря 2019 года Антидопинговое бюро ВАДО отстранило Россию от соревнований на 4 года Но все это кажется лишь еще одним бессмысленным выстрелом в воздух Ничто не мешает российским спортсменам продолжать и дальше выступать как ни в чем не бывало Нет, чтобы был эффект, нужно отстранить от соревнований всю компанию Россию ведь уже не пускали на зимние Олимпийские игры в Пханчхане в 2018 году Тогда действовали те же правила Там не было российских флагов и национальной спортивной формы Не звучал гимн России И каким же был эффект? Да нулевым Россияне соревновались под нейтральным флагом И я сам видел, как российская хоккейная сборная, на которой произошедшее вообще никак не отразилось Выиграла Олимпийский хоккейный турнир, одержав в финале победу над Германией Конечно, не в обычной форме сборной, но и что? Никто не называл команду АР, как она была обозначена во всех официальных документах А с трибун после окончания матча, как обычно, неслось громогласная Россия, Россия, Россия И мы, сидевшие на трибунах, тоже не говорили, что золото в хоккее выиграли некие нейтральные атлеты Неважно, что российского гимна в конце так и не прозвучало Все равно могут соревноваться как ни крути А выиграли все равно русские, и, как обычно, они отмечали победу у себя в Москве Сейчас будут действовать те же правила Любой российский спортсмен, который докажет, что не имеет отношения к допинговым разбирательствам Сможет участвовать в соревнованиях, несмотря ни на что В легкой атлетике это правило действует уже давно Россию как нацию не допускают до участия в чемпионатах с тех пор, как разразился допинговый скандал после Олимпиады в Сочи На последних Олимпийских играх в Рио в 2016 году разрешение получила лишь одна россиянка Прыгунья Дарья Калишина Но на последнем чемпионате мира в Дахе почти 30 спортсменов из России вышли на старт под нейтральным флагом Их было немногим больше, чем в сборной Швеции А вот медали они выиграли значительно больше Два золота, три серебра и одну бронзу Очевидно, это не помогло поскольку Россию также запрещено упоминать и в официальной статистике Это не бросается в глаза, но на самом деле она заняла седьмое место Обойдя таких серьезных соперников, как Великобритания и Германия Поэтому я начал задаваться вопросом Есть ли вообще смысл запрещать России участвовать в соревнованиях как нации Но оставлять это право за отдельными спортсменами В прошлый раз это явно не помогло В легкой атлетике эта мера тоже неэффективна Хотя там действуют гораздо более суровые правила Я не сомневаюсь, что те, кому разрешили соревноваться Могут представить убедительные аргументы Но в то же время это аннулирует эффект отстранения России К тому же мне кажется, что если бы отстранили всех Сами граждане России стали бы высказывать больше критики по поводу допинга Насколько мне известно, норвежская вице-президент Вады Линда Ховстад Хелелланд Линда Ховстад Хелелланд тоже так считает Она ратует за полное отстранение всех российских спортсменов По-моему, иного пути просто нет Кроме того, есть и другие страны, которые плохо справляются с антидопинговой работой Например, несмотря на множество скандалов и инцидентов В соревнованиях продолжает участвовать Кенни Следует посмотреть на дело более широко и обратить внимание Что эта проблема касается не только России В спорте есть и другие грешники Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ Они отражают позицию редакции на СМИ